Часть вторая. Праздники и частная жизнь. Приезжая особа. После праздника Толстопят послал сестре Манечке кипу фотографий о торжествах конвоя. Если судить по письмам, у Манечки и без того было самое картинное представление о царско-сельском быте. Фотографии могли привести в умиление кого хочешь. Великолепие и порядок во всем. На сытых кабардинских конях лихо улыбаются отборные счастливые казаки, у которых, кажется, нет иных мыслей, как только о службе. И особенно замечательно была одна фотография. У подъезда Екатерининского дворца все казаки-депутаты и офицеры-конвойцы окружают государя и его дочерей. Эту фотографию она в свое время запрятала по совету попсу из шапки на самое дно сундука и заклеила сверху газетами. А в 1911 году она висела у нее над столом. Если бы братик Пьер сторожил по ночам магазин братьев Тарасовых или, подобно потомку исторического запорожца, водил поезда, все равно бы она молилась на него каждый вечер. Но он офицер. Она любила его еще за то, что судьба его несла будто вопреки желаниям. Счастье само падало в его руки. И всем в доме на гимназической улице казалось, что Толстопят-младший поднимет свой рот до генеральской высоты. Но именно в эти месяцы Толстопят чертил себе судьбу заковыристую. За редкий голос, осанку, глаза и легкий язычок его примечали петербургские особы. Его давно уже наметила себе одна дама, нечаянно завлекла кокетством, и этой даме теперь нужно было передать записку прямо в руки. С кем? После утренней уборки конюшен сотник Толстопят послал за казаком Дионисом. Неделю назад Дионис по глупости встрял в историю и от разговора с сотником ждал самого худшего. Еще не было случая, чтобы властолюбивый Толстопят кого-нибудь простил. Оно и понятно. Свежий офицер в конвое старался вмиг отличиться. Это было в самом деле так. Место в конвое ценилось слишком уж высоко. Не все родовитые господа устраивали своих детей в гвардейские полки. Когда Петр Толстопят представлялся в кабинете командира конвоя генерал-майора князя Трубецкого, тот как раз заканчивал писать отказ какой-то графине Дешамбарант. Упираясь на товарищеские узы, брат Трубецкого служил с ее покойным мужем, графиня вымаливала облегчить ее заботы, приписать ее сына через посредство одного влиятельного лица на Кавказе к петербургскому гарнизону, а затем определить в конвой. Но конвой комплектовался из строевых частей кубанского и терского войска, и при том непременно природными казаками, и порою горцами. Перед отправкой в конвой отец надел на Петра родовую дедовскую шапку и прицепил кинжал. «Я служил честно и непорочно, смотришь и ты». По правилам конвоя достаточно было за четыре года попасть в журнал нарушений всего три раза, и на льготу спускали казака без мундира и без значка. Но бывают грехи из ряда вон, и тогда досрочно выталкивают домой в три шеи. Еще в Пашковской, за два месяца до формирования эшелона, дед Лука целый вечер пугал Диониса всякими старыми происшествиями в конвое. «Избавить тебя Бог! Взять в офицерском собрании рюмочку, серебряный нож, пивной бокал или у товарища коробку папирос! А то еще так! Пока я конюшню чищу, напарник мою уборку прачкид подарит!» Один Терец из станицы Есентукской сделал неправильный доклад о проезде августейших детей. «Два наряда вне очередь! И не посмотрят, шо медали на тебе французские, румынские, персидские, часы с гербом! Стрелялись, в станицу не хотели! Это ж стыд! А в другой раз простят, но он «Не могу остаться в конвое! Позорно глядеть в глаза товарищам!» «Вот внучок! Как милости будешь просить, не позорит тебя перед войском! Не губите честь, имени! Как домой идти?» — совесть-то потерял. Так и напишут, как недостойного иметь счастье служить в конвое. Провинившийся Дионис ночами не спал. «Прощай мундир с белыми пуговицами! Но, может, смилуются! В ливаде казачка плясать перед царем кому-то же надо! А если? Если вытурят! Дед запорит насмерть! Да что ж там! Лучше не показывайся! Он не переживет!» Дионис даже услышал своего деда. «Это ты так отличился на государственной службе! Зачем тебе туда послало войско? Дед тебе коня справил за 400 рублей, ездил за ним на терек, а ты... С какими глазами я буду на станичном сборе сидеть? Застрелится тебе из-за совести, если ты казак!» Дионис уже решил. Если выгонят, застрелится в дальней деревне, где живут чухонки-молочницы. Встанет на колени, помолится и пустит пулю в висок. Прощальное письмо бросит в сундук. Толстопят с казаками опишет имущество. Красный бешмет 1910 года, шаровары и прочее, ты рубля денег, часы с гербом, евангелие, карточки его величества, отца, сестры с попсой шапкой на свадьбе, книжка о Суворове. Повезут ли его тело на Кубань или зароют здесь? Дионис лежал весь в поту и жалел, что не послушался советов деда Луки. Он теперь ходил, как побитый, служил за десятерых. Все удивлялись, куда делись его шутки. С ним просились казаки на пост или в близкую поездку. То он рожу скорчит, то в минуту отдыха передразнит разговор кубанских старух, стоявших на базаре с поросятами, то походкой перекривит конвойское начальство. Но едва шутники попадают в просаг, уже смеются над ними. Приуныл Дионис, и все насмешки, изобретенные им же самим, посыпались на него. И чем сильнее он обижался, злился, тем чаще цеплялись к нему казаки по взводу. Расточку небольшого, с дрочливым вопрошающим взглядом, Дионис одним своим присутствием доставлял товарищам удовольствие. Теперь изображали, как он лежал и ковырялся в носу. «Тихо!» — кричал кто-нибудь. «Великий князь думает». Так и прозвали его. Великий князь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова